доброе утро девочки сегодня день у нас татьяны хочу нанести красоту сегодня ко мне придет свекровь вот сейчас буду убираться хочу помыть ваня зеркалом но перед этим хочу нанести масочку масочку хочу нанести вот такую она знаете тканевая с пиктидом змеиного яда расслабляет кожу разглаживать морщинки пиктид действует подобно ботокс разглаживает и фиксирует кожу не позволяет лишний раз морщить лоб и переносит отлично для меня а то у меня вообще вот здесь стало очень сильно морщится у меня это еще генетически у меня здесь очень глубокие морщины и я думаю что мне уже не поможет ни один не фото с ничего не поможет а маска делает кожу мягкой делает мягкой гладкая оздоравливает ее и не вызывает привыкание положить на 20-30 минут попробуем еще девчонки начала уборку дома в комнате сейчас собрала диван муж у меня сходил с детьми собакой погулял но сейчас оливия пойдет в театральную студию будет она нас театральная студия два раза в неделю и смотрите вообще класс совсем нравится когда накладываешь такой свежий сразу такие маски правда на лице сегодня если вы смотрели предыдущий мой влог то вы видели что комиссии не придут в гости ну к нам придется и крови со свекром отмечать день татьяна и деверь так что мы готовимся сейчас берусь в комнате буду мыть уборную намывать ой что-то метод такой намывать буду готовлю несколько салатиков думаю так приготовить хочется мне но вот и приготовить и торт я вчера испекла выложу попозже миндане как в икее мне очень нравится он я его обожаю когда получаю от него удовольствие когда прихожу в икее и вот я шведский минданный торт вчера испекла так что можно будет тоже посмотреть мой рецепт и как его приготовить на моем канале девчонки приболел чуть-чуть не знаю весна приходит уже обычно всегда и весной и осенью болею не знаю почему а еще мама мне говорит что я всегда болела зимой перед новым году но пока меня вот этот раз чего прошло это все у меня пораньше дитями болели ветрянкой сначала оливия принесла ветрянку видно не знали с бассейна или выходили на фотосессию в театр мы ходили куда-то ну где-то нам подхватил вообще врачи заболела ветрянка леви легко принесла ветрянку провалена она должна опять не сыпание нас стири было высыпание без температуры на он бестерина то девчонки будут с вами разговаривать без температуры она у нас приболела и легко принесла и мало высыпанием было она вот на то обошлись этот болтанкой которая белая цинковая до зеленка мы нигде не мазали только фокорцина мы мазали во рту потому что во рту у него было еще усыпание но ты представляете думали уже все пройдет и будем мы не заразными ничего мы даем это отношение к маленьким деткам эмильке и лёвику но нет лёвика был 18 декабря день рождения годика как раз они уже 17 заболевают это ведь вдвоем но я в детстве ветрянка не болела я боялась что я заболею не перенесла ничего нормально совершенно на самом деле я очень рада что они приболели потому что чтобы в школе потом не болели до что потом в садике не ходили не приносили вот у меня оливия пришла мамкой как всегда мама мама ну вот и я конечно вот рада что вот эта ветрянка особенно тяжело было влог снимаем как маску наложила кого ты принесла господи опять она принесла эти черных чудовищ можно что хотите пока смотреть сейчас мы вам покажем далее покажешь красавица эмелия стоит это королева она принцесса эмелия ты принцесса королева старая как это на королева старая по ней не скажешь что на королева старая но девчонки покажу грязный правда тазик у нас а люди ты узелает алиби я я хотела у помыть все что вот это он почему и она стала для блага база замерзлая 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 и я хотела лёд разбить и у меня не получилось я а у меня нет вот твои нет это все мои хотя худая вот на твои ну вот теперь на выжить как мы знаете пришли в бассейн а мне тренер по войны в бассейне говорит а вы знаете что у вас новая житель далее гусеницы я про какие новые жители у нас надо она говорит так уж и за как нет ну вот слушайте сделала маску то что мне нравится вот эта масочка мне змеиная понравилась знаете такой у нее нежный нежный аромат вкусно он и а легла на хорошо на кожу единственное что немножко я ее переносила на пять минут и она немножко стала отходить ну вот и и так вот действие и и мне понравились она нежный такой аромат у нее и я вот сняла и там было написано что не надо ее смывать водой да что оставьте то что вот у вас на лице осталось дать жидкость это пусть она впитается в кожу но знаете мне конечно же ничего не осталось потому что да она уже стала подсыхать уже на лице сама ну вот и конечно мне понравилось тем что но понравилось тем что она мягкая нежная что у нее морщины девочки купила вот такую смесь удов фокаччо с пряными травами готовая смесь только знаете что надо добавить добавить надо сухие вы дрожжи 220 плюс 10 метров воды и 2 столовые ложки оливкового масла заместить однородное тесто и поставить теплое место на 50 60 минут потом выложить его на смазанный продаем придайте ему форму лепешки толщиной полтора-два сантиметра поставьте в теплое место на 30 минут смажьте поверхность оливковым маслом что я вот думаю да если сделаю если сделаю я думаю если я добавлю сверху посыплю оливковым маслом и посыплю колбаской тонко-тонко нарезанный сыр на работе вкусняшка как пицца на работа такая мини-мини пицца даже не знаю пиццы даже не знаю как не знаю хочу перераз попробовать но вообще это из поводов мне нравится мука для выпечки она продается в магните чаще всего я встречаю в курсе или у нас она бывает да надо сразу солью уже и с разрыхлителем я так понимаю самоподнимающийся называется она мне нравится для выпечки выпечка все таки вот мука мукой до розни конечно это есть там да вот разница какая мука допустим вот сейчас я буду ставить вот это поставлю покачу покачу поставлю кто делает таганрог ну вот поставлю пока по скидке купила хочу попробовать вот сделать покачу поставлю поставлю тесто ну так как всегда праздный день татьяны и придут даже у них смотрю хлеб из италии ну вот и конечно сегодня это белый лук написано сушеный даже и здесь клейковина пшеничный базилик сушеный то будет приятно я думаю что подать на стол то необычный так воду 400 грамм интересно сколько получится у меня ланченьки сейчас я начну делать это посмотрим на этот как что там будет сейчас мы ее разрежем поставлю сейчас ой блятунная щит тоже чуть-чуть помыть ее чуть-чуть помыть от этой маски на змеи на счет вам показывала готов да хорошо ложится пузырьки идут а вот это прям вообще получаю удовольствие так значит 200 воды такой стол да оливия оливия кто жует такой на стол вот такая у нас красивая роза свекор подарил а вот это мне подарили дети ну вот что попробовала выставила с меня тесто поднялось на меня пышная со специями смотрю она а сейчас хочу разложу на противень и хочу его помазать маслом как было дано в рекомендации решила не класть колбаску сыром решила так пусть испечется как булочка а там можно колбаску и так кусочек колбаски положить на булочку посмотрим что будет помажем остыть и отправляю в духовку на полчаса там было сказывали разогрела я доставать вместе ну такая получилась у меня покача она поднялась пышная хорошая красивая как булочка класс вообще мне понравилось попробуем потом на вкус скажу как на вкус ну ладно поздравляю вас всех студентами днем студенты днем татьяне надеюсь у меня будет больше подписчиков татьяны студентов ладно пошла я отмечать приятного всем вечера подписывайтесь пожалуйста на мой канал хорошего настроения мои друзья до свидания